6 напряженных новых фильмов, которые в этом году уже получили цифровой релиз. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем, и приятного просмотра! «Чёрный телефон» является экранизацией одноимённого романа Джо Хилла по сценарию Скотта Дерриксона и Роберта Каргела. Действия фильма разворачиваются в конце 70-х годов прошлого века. В центре сюжета оказывается Финни Шоу – застенчивый, но умный 13-летний мальчик, похищенный садистом-убийцей и запертый в звуконепроницаемом подвале. Мальчик становится шестой жертвой похитителя. Когда чёрный телефон на стене начинает звонить, Финни обнаруживает, что слышат голоса предыдущих жертв-убийцы, которые намерены помочь ему и сделать так, чтобы то, что произошло с ними, не случилось с Финни. К тому же сестра мальчика Гвен видит экстрасенсорные сны, и вы не поверите, в этом фильме родители верят странному поведению ребёнка и прислушиваются к необычным советам. Несмотря на название и на то, что в трейлере и так показали, что чёрный телефон служит для связи с предыдущими жертвами маньяка, он на самом деле остаётся самым непредсказуемым аспектом фильма. Пугающие звонки поступают в самый нужный момент, а их подсказки всегда нетривиальны. Да и в общем, фильм способен похвастаться жуткой атмосферой, чувство дискомфорта и напряжения присутствуют до самого финала. В целом, это захватывающий хоррор, который может понравиться не только поклонникам своего жанра, а умный и необычный сюжет делают его одной из лучших новинок последнего времени. Заклинания Один тайванский кинорежиссёр обнаружил, что в современном обществе всё ещё существует врождённый суеверный страх перед богами. Мокюментари Заклинания концентрируются на Руон Энли, который уже пять лет живёт отдельно от своего ребёнка из-за своих психических проблем и тайн прошлого. Отчаявшаяся мать сняла несколько видеороликов и попросила всех, кто способен ей помочь, помолиться за её ребёнка. В начальной сцене главная героиня просит зрителей запомнить символ и повторять зловещий напев. На самом деле, этот странный напев – заклинание, которое проклянёт любого, кто его произнесёт или даже о нём подумает. Новый тайванский хоррор добавил в свой сюжет элемент взаимодействия с аудиторией. Главная героиня хотела поделиться проклятием со всеми, кто его услышал. Это почти тот же приём, что использовался в знаменитом японском фильме «Звонок». Кстати, интерактивный элемент – не просто уловка. В дальнейшем он сыграет неожиданную роль в сюжете. Пожалуй, это самая главная и самая интригующая часть фильма. Картина, исследующая неизведанную территорию местных культов, анонсировалась как самый страшный тайванский фильм из когда-либо снятых. Эта шумиха помогла добиться огромного кассового успеха. Безусловно, многие приёмы элемента жанра уже немного устарели, и каждый фильм, кажется, использует более или менее одинаковые стилистические решения. Тем не менее, необычен факт, что в основу этого хоррора действительно легли реальные события. В 2005 году в Гаосюн семья из шести человек, якобы одержимая различными божествами, жестоко истязала друг друга в течение месяца, питаясь лишь водой, смешанной с прахом. Жуть-то какая. Правда, не совсем понятно, есть ли прямая связь фильма с этим случаем, но промоушен уверяет, что она имеется. Безумный бог. Работа над этим произведением началась аж в 1987 году и заняла более 30 лет. Уже одно это говорит о том, что фильм достоин внимания, и сразу стоит оговориться, он не для всех. Здесь нет диалогов, события на экране развиваются с помощью визуальных эффектов, образов и звуков, и, честно говоря, не всегда легко уследить за тем, что происходит и почему. Кроме того, многие образы и события имеют гротескный характер, поэтому зрителям с чувствительной психикой следует быть осторожными. Принимая во внимание все вышесказанное, этот рассказ о событиях в постапокалиптическом фантастическом мире лучше всего подойдет тем, кто неравнодушен к странному. Главный герой следует разрушенный мир по карте, которая стремительно разваливается на куски. Он проходит через беззаконие мира мутантов и следует за безлукими трутнями, которыми командует чудовищный инфант. Такого нигилистического апокалипсиса и такого желания ответить на вопрос, в чем его смысл, не было уже очень давно, и визуально фильм потрясает. Фильм «Наблюдающий» рассказывает о Джулии, американке, которая переезжает в Бухарест вместе со своим мужем Фрэнсисом. Хотя Фрэнсис свободно владеет языком, Джулия его не понимает, и ей приходится бороться с языковым барьером. Хуже того, она обнаруживает, что за ней следит мужчина из соседнего многоквартирного дома, и она начинает верить, что он не только ее преследует, но и является серийным убийцей. «Наблюдающий» играет со знакомой концепцией, однако этот фильм выделяется среди других тем, что он хорошо снят, визуально элегантен и довольно часто держит в напряжении. Наблюдая за тем, как Джулия погружается в свою изоляцию, мы оказываемся в изоляции вместе с ней. И именно благодаря этому ее страхи выглядят правдоподобными, несмотря на скептицизм ее мужа. Сюжет заставляет зрителя задаваться вопросом не о том, что он видит на экране, а скорее о том, на что это указывает. А оторванность Джулии от языка лишь усиливает ощущение удушья и чувство тревоги. «Наблюдающий» безусловно не является откровением, но это продуманный взгляд на уже избитую концепцию. Главным разочарованием закономерно могут стать диалоги и концовка. Она страдает почти всегда в фильмах поджанра. Здесь же она настолько неоднозначна, что режиссеру даже пришлось объяснять концовку в интервью. В целом, «Наблюдающий» — это приятное время для поклонников триллеров и фильмов ужасов. Не слишком кровавое или пугающее, но достаточно реалистичное, чтобы поверить в происходящее. Третий полнометражный фильм режиссера Алекса Гарланда, и он не похож на предыдущие творения. Гарланд создал фильм, который настолько приятно ужасен и тематически насыщен, что понравится всем тем, кто стал от супергероев и безграничного CGI. Этот напряженный рассказ о том, как плохо мужчины порой поступают с женщинами, использует стандартный объект страха — одинокую женщину, живущую в уединенном английском коттедже в Котсвелде и пытающуюся заполнить душевную пустоту после смерти ее мужа. В ее жизни появляются различные мужчины, ни один из которых не может быть достойным, а большинство из них уродливы, даже если внешне таковыми не являются. Часто фильм имеет сюрреалистический или мечтательный характер, что мешает понять, что реально, а что героине привиделось. Род мужской однозначно для поклонников нестандартных идей режиссера. Фильм включает в сюжет фантастику, язычество, мифологию и многие-многие другие символы, используемые Гарландом. И, наконец, преступление будущего. Спустя восемь лет Кроненберг наконец-то вернулся с простой идеей. Что если бы люди больше не чувствовали боли, и по большей части ему удается развить эту идею и создать одну из самых интересных своих работ. И это очень долгожданное возвращение в кино. Согласно синопсису, в мрачном антиутопическом мире люди вынуждены адаптироваться к окружающей их синтетической среде. В итоге неизбежно происходят новые трансформации и мутации. В центре сюжета оказывается Солтенсор, знаменитый перфомансист, добившийся успеха в выращивании нетипичных внутренних органов в своем теле. И публично демонстрирующий метаморфозы организма в авангардных выступлениях. Обычно фильмы Кроненберга можно разделить на два типа. Зрелищные и порой отвратные фильмы ужасов и идеологические социальные драмы. Какое-то время они просто существовали как две совершенно разные фазы его карьеры, далекие друг от друга. Но в преступлениях будущего его творчество продолжается в более экстремальной степени. Отвратительные увечья тела и размышления о природе эволюции существуют бок о бок. Режиссуры и боди-хоррор по понятным причинам могут оттолкнуть некоторых людей. Но это помогает создать стерильную, почти обыденную и рутинную атмосферу, которая хорошо передает отсутствие эмоциональной перевязанности людей будущего к человеческому телу. Спецэффекты первоклассные, с фантастическими сценами операции и кровопролития. Так или иначе, бюджет очень маленький, поэтому можно понять, что построения мира и декораций на уровне бегущего по лезвию здесь не будет. Однако практически весь фильм это обветшало и строение, и заброшки, что немного странно. Если вы давний поклонник режиссера и бесконечно обожаете боди-хоррор и антиутопическое мрачное будущее, не пропустите. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске.